Привет, друзья! Хочу показать вам процесс рисования портрета акрилом. Это портрет для заказчицы из Гонконга, уже второй портрет. До этого я делала рисунок пастелью. Там было ее четыре котика вместе. И вот этот котик Юни, его уже больше нет с нами. Он перешел за радужный мост, и была идея нарисовать его в виде ангела с облачками. Даже потом мы добавили синюю бабочку на портрет. Я начинаю работу, как обычно, сверху вниз. Сначала идут ушки, лоб, потом глаза. Здесь я использую акриловый маркер. Такую находочку очень неплохо работает. Часто меняю разные акриловые маркеры. И, кстати, они хорошо миксуются, если вы рисуете белую шерсть. Например, сначала можно нанести акриловый маркер. И потом уже использовать поверх кисточку. Потому что с маркерами все равно линия получается такая более четкая. С кисточкой мягче, более естественная форма выходит. Поэтому можно объединять и одно, и другое вместе. Чтобы получалась такая более вибрирующая, блестящая шерсть. Постепенно я перехожу с рыжих участков на белый, потому что окрас у нас рыжий с белой грудкой. Также идут белые лапки. Лапки две передние видны в основном, потому что котик сидит, хвост тоже у него спрятан. Так как был запрос на крылышки, крылышки определенной формы, нам нужно было сделать. Сначала я делаю под них подложку с помощью акрила серебряного. В конце, кстати, серебра особо видно не будет. Но мне он нужен был как такая основа, потому что доделывать я все хотела с водорастворимым маслом. Потому что с маслом получается очень мягкий переход. И, скорее всего, таких облачков и крыльев не получилось бы с помощью акрила. У меня один и тот же комплект водорастворимого масла от Виндзор и Ньютон. Но, кстати, я докупаю и обычное масло к нему. Вот белое, например. Самое обычное, по-моему, от Гаммы. А в виде разбавителя я использую масло не ноя. То есть без какого-то разбавителя типа Вайт Спирита. Те же самые звездочки, свечение наверху. Все это я добавляю с маслом. И у меня осталась такая подложка, вот эта серебряная, которую я делала акрилом. И поверх я добавляю слой с помощью белой масляной краски. Как раз краска захватывает цвет облачков, которые сзади. Они получаются вписанными в общую композицию. Плавными, такими белыми, немножко прозрачными. И постепенно, когда масло впитывается, я добавляю новые слои. Понятно, что масло впитывается не сразу. Но все равно по прошествии времени можно его добавлять все больше и больше. И тогда цвет будет насыщеннее, либо светлее, как в случае с белым. Здесь я записала таймлапс, как я рисовала бабочку. Потому что сначала я ее не добавила. Потом хозяйка попросила меня добавить вот такую голубую бабочку. Однажды я ее уже рисовала на мемориальном портрете. Присылала ей, ей это очень понравилось. И мы решили добавить. И вот такой вот портрет у нас в итоге получился. Мне кажется, очень красивый, нежный. И вблизи выглядит вообще просто замечательно. Кому интересна акриловая живопись, вы можете по ссылке в описании посмотреть мои уроки по акрилу. Может быть, вам тоже будет интересно. И вот так выглядит портрет полностью. Спасибо за внимание.